Всем привет, дорогие зрители! Вы на территории Перезлам, и сейчас я хочу признаться в первую очередь самому себе. Честно. Ну и еще и вам. Если Зенит в этом сезоне занимает любое место ниже первого, это позор. Это такое зашкварище, которое не приведи Господь никому из нас пережить. Это будет означать, во-первых, что установить свой личный рекорд по количеству чемпионств подряд мы не сможем. Выйти вперед по количеству чемпионств в Российской Федерации в этом сезоне мы не сможем. Ну и самое главное, это будет означать, что все затраты и все трансферные покупки, которые были, они были зря. Просто элементарно имея такую линию нападений, как у Зенита, когда Сергей Семак может позволить себе усадить на лавку Александра Соболева и держать и держать еще там один-два исполнителей, которые не просто выделялись бы в клубах конкурентов, которые делали бы игру и делали бы погоду, позволить себе держать их на лавке и занимать любое место ниже первого это зажигающее. Это просто ебаный стыд. Я не знаю, когда и было ли вообще такое, чтобы за Зенит было так стыдно, как в случае, если в этом сезоне они не станут чемпионами. Вся было. Для Манчини в 17-м году купили людей на 90 миллионов евро. Он закончил пятым. Халк, Висель были в Питере четыре года. Четыре. За эти четыре года взяли золото только один раз. Остальные три сезона позор. В этот раз если будет место не первое, это будет позор. Нам не надо бояться слова позор. Мы уже опозорились в Краснодаре. По самое не хочу. Нынешнее третье место это позор. Поэтому Зенит при всей селе конкурентов должен выходить и побеждать всех. Всех, кого ведь, потому что он дороже всех, потому что он богаче всех, потому что он сильнее всех. Любой иной исход это позор. Ошибаться можно, врать нельзя. И говорить, что предыдущие шесть сезонов дают нам право к следующей сезоне этом тоже нельзя. Шесть сезонов это хорошо. Это было, это есть, и это никогда у нас не отнять. Но сейчас, учитывая, что жизнь продолжается, учитывая, что не просто не было потерь, были такие приобретения, которые абсолютно все проблемы должны были решить с запасом, занимать любое место ниже первого, это позор. Поэтому у вас, футболиста, никакого иного варианта нет. Я давал вам варианты, пытался на себя обмануть, что есть еще будет назад, что можно еще как-то укрыться, да, в воспоминаниях. Нельзя. Это было вчера, а завтра, если будет как-то по-иному, тебя будут стыдить и шмарить везде абсолютно, в том числе и в Питере. Поэтому у тебя Зенит, у тебя Сергей Семак, у тебя Петра, у тебя Усяна, у тебя Александр Соблев. У вас, у всех никакого иного варианта нет. Просто видишь матч, выходишь на матч, забираешь победу. С таким подбором исполнителей, с такими вводными, любое иное место, кроме первого, это Зашкович. И все. Продолжение следует...